добрый день сейчас мы вам расскажем и покажем как собрать резак rf3 урал после того как вы его получили и распаковали какой нужен инструмент и какая последовательность сборки во-первых комплектация в комплекте должны быть дышло подъемный укладчик съемные резаки кронштейн подъемного укладчика с рессорой транспортировочные колеса и два рычага один со срезанным углом для фиксации подъемного укладчика другой для установки колес в транспортировочное положение также вам понадобится два ключа на 10 два ключа на 13 два ключа на 17 и крестовая отвертка обращаем ваше внимание что в местах трения детали покрыты консистентной смазкой поэтому лучше будет надеть перчатки первым делом необходимо соединить механизм регулировки глубины и опускания барон с дышлом чтобы собрать его правильно обратите внимание на выборки которые есть как на механизме так и на ответной части надышли важно соединить механизм и ответную часть чтобы выборки совпали тогда и все отверстия автоматически совпадут а так как все болты находятся на своих местах вам не придется думать куда их закручивать и вы легко соберете этот сложный узел здесь используются самоконтрящиеся гайки поэтому для сборки вам понадобится два ключа на 10 для более быстрой сборки можно использовать шуруповерт и специальные головки для закручивания гаек если вам не удается совместить механизм с ответной частью надышли то выкрутите против часовой стрелки механизм до конца и он легко совпадет этот узел мы сделали разборным по двум причинам во первых чтобы сделать его ремонтопригодным а во вторых чтобы уменьшить выпирающие части что очень важно при транспортировке этого уменьшает габариты груза сокращая стоимость перевозки и позволяет избежать повреждения при той же транспортировке установка дышла на корпус сразу обращаем внимание что все болты на своих местах и закручены так как вам нужно будет их установить понадобится два ключа на 13 передний болт длинный две увеличенных шайбы гробер и гайка сзади короткий болт две шайбы гровер и гайка обратите внимание что впереди два отверстия на разной высоте то которое выше предназначен для импортных снегоходов и квадроциклов с высотой фаркопа около 500 миллиметров то отверстие что ниже предназначено для снегоходов типа буран и подобных у которых высота фаркопа порядка 200 50 миллиметров короткий задний болт мы вставляем с внутренней стороны так, чтобы гайка и гровер оказались снаружи. Это удобно для контроля затяжения. Длинный передний болт мы вставляем с внешней стороны. Важно отметить, что те болты, которыми мы закрепили дышло на корпусе, нужно хорошо протянуть. Но гайку на заднем болте, на котором крепится барана второго ряда, затягивать не нужно. Она уже отрегулирована таким образом, что барана могла подскакивать, если наедет на препятствие. Установка кронштейна подъемного укладчика лыжни. Первым делом нужно отверткой выкрутить саморезы, фиксирующие квадратную трубу, чтобы освободить и вынуть ось. Затем устанавливаем кронштейн на ось, совмещаем отверстия квадратов с отверстием на оси и закручиваем саморезы. Когда кронштейн установлен на ось и закреплен, нам нужно зафиксировать его на корпусе при помощи болта. Откручиваем болт, а затем ставим его на место, соединяя с осью поворота. Ставим болт, увеличенную шайбу, гровер и барашковую гайку. Кронштейн установлен. Осталось установить рычаг подъема укладчика, он со скосом. Откручиваем барашковую гайку и устанавливаем рычаг срезом вниз. Установка укладчика лыжни. Направляющие полозья заводим внутрь корпуса так, чтобы они оказались под осью. Фиксируем укладчик на рессоре при помощи болта, он оснащен двумя увеличенными шайбами, гровером и барашковой гайкой. Установка производится в средние отверстия. Соединяем укладчик цепочками при помощи карабинов с анкер-кольцами на корпусе. Установка резаков. На передний винт ставим гровер и барашковую гайку, на задний винт увеличенную шайбу и барашковую гайку. Установка транспортировочных колес. Потребуются два ключа на 17. Колеса не универсальные. Есть левое колесо и правое. Цепочка должна находиться снаружи колеса. В транспортировочном положении штырь фиксирует колесо. В рабочем положении при поднятых колесах штырь фиксируется в отверстии на корпусе устройства. Для удобства установки колес в транспортировочное положение рекомендуем использовать рычаг. КОНЕЦ КОНЕЦ